Здравствуйте! На прошлом уроке мы нашли вероятность того, что точно три раза выпадет орел при пяти подбрасываниях правильной монеты. На этом уроке я хочу это представить более обобщающим способом. Итак, предполагаем, что у нас имеется правильная монета. Хотя позже мы поймем, что необязательно делать такое предположение. Но сейчас я хочу найти вероятность выпадения k-орлов при n-подбрасываниях правильной монеты. Первое, о чем нужно подумать – сколько здесь всего исходов? Мы подбросим монету n раз. Итак, дословно, вот первое подбрасывание, вот второе, третье и т.д. до n-го подбрасывания. И поскольку монета правильная, то для каждого из этих подбрасываний возможны два равновероятных исхода. Значит, общее количество возможных исходов будет равно 2 умножить на 2 на 2 и так n раз. Т.е. это будет равно 2 в степени n возможных исходов. А теперь давайте подумаем, сколько из этих равновероятных исходов, они все равновероятны, потому что монета правильная, сколько из них включают в себя k-орлов? Ну, так же, как и в случае, когда мы искали вероятность выпадения трех орлов, мы скажем, сколько всего есть различных мест, на которых мог бы оказаться первый из этих k-орлов. У нас возможны n позиции для первого орла, n-1 позиции для второго орла. Потом продолжайте умножать. Всего должно быть k-множителей, последний из которых должен быть равен n-k-1. Надеюсь, такая запись подходит для того, чтобы наглядно изобразить наш пример, в котором у нас 5 подбрасываний и 3 орла. Потому что в этом случае было 5 возможных мест для первого орла, 4 возможных места для второго орла, а затем, если n равно 5, значит, 5-2, то есть 3 возможных места для последнего орла. В результате этих вычислений мы получаем количество способов, с помощью которых мы смогли бы расставить или разложить орлов по этим местам. Ну, как в этом примере – расставить трех орлов по 5 различным возможным местам. И так же, как на прошлом уроке, мы не хотим пересчитывать ничего лишнего, потому что нас не интересует порядок следования, потому что мы не хотим делать различий между одним порядком орлов. Я снова использую буквы в обозначениях, чтобы показать, что это разные орлы. Мы не хотим делать различий между этим порядком и этим – орел А, орел В, или каким-либо другим порядком следования этих орлов. Поэтому если не нужно делать различий, то нужно разделить это на количество… мы не будем считать все различные порядки. Поэтому разделить это на количество на количество различных способов, с помощью которых можно упорядочить К-предметов. Разделить на количество способов упорядочения К-предметов. Итак, если у вас есть К-предметов, то есть 1, 2 и т.д. К-предметов, то с помощью скольких способов вы можете их упорядочить? Первый предмет может находиться на К-разных позициях. Или, наверное, лучше записать так. Предмет 1… давайте я обозначу буквой Т. Предмет 1, предмет 2, предмет 3 и т.д. Предмет К. С помощью скольких различных способов можно их упорядочить? Предмет 1 может стоять на любой из К-позиций. Предмет 2 на любой из К-позиций и т.д. до последнего предмета, для которого останется только одна позиция. Тогда здесь в знаменателе будет К умножить на К-1, умножить на К-2 и т.д. до 1. В примере с тремя орлами при пяти подбрасываниях было бы 3 умножить на 2 и на 1. И это самый простой способ записи. Вот это выражение в знаменателе то же самое, что и К-факториал. Если вы никогда не слышали о том, что такое факториал, знайте, что это аналог вот этого выражения. К-факториал буквально означает К умножить на К-1, умножить на К-2 и т.д. до 1. Например, 2 факториал равен 2 умножить на 1. 3 факториал равен 3 умножить на 2 и умножить на 1. 4 факториал равен 4 умножить на 3 умножить на 2 и умножить на 1. В процессе такой игры выяснится, что значения факториалов очень-очень быстро возрастают. Тем не менее, этот знаменатель можно переписать как К-факториал. И можно ли числитель выразить через факториал? Если бы нужно было записать выражение для n-факториала… Давайте мы с вами посмотрим, как можно это сделать. Так, n-факториал равен… n умножить на n-1 умножить на n-2 и т.д. до 1. И это почти то, что нам нужно. Нам нужны только первые К-элементы от n-факториала. Что, если разделить n-факториал на n-к-факториал? Подумаем, что это нам даст. n-к-факториал – это то же самое, что и… Я проведу здесь алгебраические преобразования. Это то же самое, что и… n-к умножить на n-к-1 умножить на n-к-2 и т.д. до 1. Если разделить, то 1 сократятся… Понятно вам или нет? Если нет, можете сами посчитать, но в знаменателе все сократится. А в числителе останется n умножить на n-1 умножить на… умножить на… последний элемент – это n-к-1. Потому что n-к-1 после того, как раскрыть внутри скобки и минус перед единицей изменится на плюс, будет равно n-к-1. n-к-1 – это целое число, которое больше на единицу, чем n-к. Здесь при делении это сократилось бы с чем-то вверху, это сократилось бы с чем-то вверху, и это сократилось бы с чем-то вверху. И в качестве последнего множителя в числителе осталось бы вот это выражение. Если вы мне не верите, можете попробовать это на практике. Итак, давайте посчитаем, чему будет равно 5! разделить на 5-3! Это будет равно 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. То, что у нас записано вот здесь, вплоть до 1. Разделить на 5-3 равно 2. Значит, 2! То есть 2 умножить на 1. Двойки сокращаются, единицы тоже. Остается только 5 умножить на 4 умножить на 3. То же самое, что записано здесь, выше. 5 умножить на 4 умножить на 3. И, в общем, если вы хотите найти количество способов расставить 2 предмета по 5 местам, причем для вас нет разницы между этими двумя предметами, то для этого у вас есть вот это выражение. Вот это выражение вверху, которое, собственно, аналогично вот этому выражению. То есть у вас есть n! разделить на n-k! И это выражение нужно разделить на вот это выражение, которое равно k! Итак, это выражение также нужно разделить на k! и получилась общая формула для вычисления количества способов, с помощью которых можно расставить k предметов по n различным местам, например, k орлов по n различным подбрасываниям. Это, собственно, и есть общая формула вычисления биномиального коэффициента. Она показывает количество сочетаний, в которых надо по n местам расставить k предметов, причем без проведения различий между предметами. Или еще вот так. Если у вас есть n мест или n подбрасываний, и вы хотите выбрать k из них, k орлов из них, то есть хотите каким-то способом выбрать k из n, не проводя различий между k предметами. Все это – обобщенный способ записи биномиальных коэффициентов. Итак, вернемся к исходной задаче. Какова вероятность выпадения k орлов при n подбрасываниях правильной монеты? В этом случае у нас 2 в степени n равновероятных исходов. Запишем это. 2 в степени n. В скольких исходах у нас будет точно k орлов? Мы уже выяснили это в течение урока. Это количество сочетаний. Т.е. n факториал разделить на k факториал, умноженный на n-k факториал. Может, это и хороший способ запоминания. Уже прошло много лет с тех пор, как я это учила, но единственная причина, по которой я все еще это помню, в том, что я люблю каждый раз размышлять над этим. Размышляю я так. Я 5 раз подбросила монету, и 3 раза должен выпасть орел. Первый из этих 3 орлов может выпасть при любом из 5 подбрасываний. Следующий при любом из 4, следующий при любом из 3. И, конечно же, я не хочу проводить различия между всеми способами, с помощью которых я могу переставить 3 разных предмета. Поэтому нужно убедиться, что я разделила на 3 факториал, т.е. на 3, умноженное на 2, умноженное на 1. А это, в свою очередь, количество всех возможных способов, с помощью которых я могу расставить 3 разных предмета. Вот и все. До встречи!